Драмы, комедии, триллеры, мультфильмы. Эта неделя насыщена на премьеры. Какие фильмы уже можно увидеть в кинотеатрах, расскажем вам прямо сейчас. Здравствуйте, в студии Ростислав Азизов, эфире Около Кино, и мы начинаем. Научно-фантастический триллер о талантливом ученом-биологе, который теряет в автокатастрофе свою семью уже на больших экранах. Сколько прошло с остановки сердца? 7 часов 15 минут. Запускай последовательность. Одержимый желанием вернуть близких, главный герой нарушает законы жизни и смерти, научной этики и самой природы. Новая лента, репродукция с Киану Ривзом в главной роли, произведена в модной технофобской повестке, тренд на которую задал сериал «Черное зеркало». Планирование человека запрещено не просто так. Я умерла. Может случиться непоправимое. Оно уже случилось. Все вышло из-под контроля. Надеюсь, ты готов сесть в тюрьму? Проект закрыт. Я этого не допущу. Настоящий подвиг, о котором будут помнить еще долгие годы. В российском прокате стартовала военная драма «Несокрушимый» с Андреем Чернышевым, Владимиром Эпифанцевым и Ольгой Погодиной в главных ролях. Лента основана на реальных событиях. 1942 год. Запомни эту дату. С этого момента твоя жизнь разделилась на до и после. Главный герой капитан Семен Коновалов вместе со своим экипажем смог уничтожить более 10 немецких танков. Это история реальных людей, мечтающих о мирной жизни. Они поставлены в жесткие условия, где стать героем с большой вероятностью значит умереть. Несмотря ни на что, в решающую минуту именно герои фильма сумели принять единственное верное решение и совершить подвиг достойной легенды. Два билета домой. Фильм режиссера Дмитрия Мисхиева. В центре сюжета девочка Люба, сирота из интерната. Больше всего на свете она мечтает закончить обучение и переехать из провинции в Санкт-Петербург, чтобы стать стюардессой. Где мой отец? Пьяный на пожаре погиб? Я вас берегла, как могла, и воспитателям всем велела. Вы и так жизнью ранены, так что ж мне вас, добить что ли? Ты что шаришься за мной, а? Ты что надо? Окончив интернат и получив ключи от собственной квартиры, Люба начинает думать, что ее мечта вот-вот сбудется. Однако неожиданно главная героиня узнает, что ее отец не умер, как все думали ранее. Бросив все, Люба, конечно же, отправляется на его поиски. Ты думаешь, я тебе все просила? Полиции я позвонила, иначе не могла. Уходите. Ты меня не знаешь. Не знаю. Для тех, кто стремится поднять себе настроение, приглашаем посмотреть комедию «Только не о ним». Бюджет-ленты 3 миллиона 610 тысяч долларов. Это история о приключениях ярких и подажных подростков, ведь их жизнь – сплошная вечеринка. Они не лучшие из лучших. Они даже не лучшие из худших. Они – это то, что осталось. И это будет полный. Потому что мир может спасти кто угодно, но только не они. Однажды после очередной тусовки они просыпаются в абсолютно пустом городе. Вскоре ситуация ухудшается, так как нам, героев, начинают охоту неизвестные головорезы и даже огромных размеров монстры. Куда бежать, откуда ждать помощи? И как они умудрились проспать падение метеорита и конец света? Ответы на эти вопросы узнаете в новой комедии. Продолжение народного хита «Бобровы» вновь на экранах. Обычная российская семья, как вы помните, после падения на их дом метеорита, получила суперспособности. А что же дальше? Не только на ваш дом попал метеорит. Мы окончательно все поняли, когда Данчик открыл свой удар. Действие второй части начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке Шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Единственное ограничение – таланты действуют, когда вся семейка в сборе. Живая? Или киборг? Тебя в Краснодаре делали? В Геленджике ее делали на городском пляже. Юным зрителям советуем посмотреть «Смоуфуд» – мультфильм с оригинальной музыкой и звездным актерским составом, который переворачивает с ног на голову легенду о снежных людях. Лента, кстати, уже отмечена отличными отзывами кинокритиков. Он упал на меня с неба! Со странным звуком! Скинь отсюда! Потом подхватил меня, и я такой полетел! Потом я увидел его чудовище, о котором я слышал только в легендах. В центре сюжета история – яйти по имени Мигу, убежденного, что неуловимые существа Смоуфы действительно существуют. Однако его твердолобые сородичи утверждают обратно – якобы все человечество является чей-то выдумкой. Но однажды остальные яйти лично сталкиваются с людьми и понимают, что все, это время ошибались. Меня зовут... Это яйти! Это яйти! Это яйти! О, вы посмотрите на него, какой милан! А, Смоуфуд? О, это должно было так выпасть? Также на экранах кинотеатров – «Вечная жизнь Александра Христофорова», «Хэллоуин» и «Ученик чудовища». А также можно увидеть тайну магазина игрушек. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения. Обязательно советую сходить в кино. До новой встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова